Будем говорить непосредственно о пророссийском векторе в Украине. Ну и также напомню, что деятельность пророссийской фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Верховной Раде остановлена. Об этом сообщают народные депутаты. Ранее фракцию покинули 9 нардепов, а подозреваемого в госизмене Люкиву, который прячется от украинцев, по предварительным данным, в Испании, лишили мандата. А Вадим Рабинович еще в начале февраля сбежал в Израиль. Кстати, я напомню, именно эти народные депутаты говорили, что до последнего будут отстаивать независимость Украины. Правда, по их меркам, по их мировидению. Независимая Украина – это Украина в сотрудничестве с Российской Федерацией. Но, как вы видите, эти люди первые же покинули Украину. Кстати, это тоже будет огромный маяк для тех их избрань, их выборцев, их людей, которые за них голосовали, избирателей, которые за них голосовали. Вот, вы выбрали тех людей, которые в первую же очередь покинули страну, боясь российской агрессии. Также под пристальным наблюдением украинских спецслужб находится пророссийская партия Шария. По информации представителей украинского МВД, они причастны к массовому нанесению меток для российских оккупантов. Также напомню, это тело, которое вы видите сейчас на своих экранах, его зовут Анатолий Шарий, и он уже много лет прячется в Испании. Кстати, напомню, ранее украинские патриоты в Испании нашли его и пытались словесно донести ему то, что он делает, культурно говоря, неправомерно он делает, и как он вредит в информационном просторанстве Российской Федерации. И данное тело Анатолий Шарий, он попытался сбежать от украинцев в Испании, с которыми он там пересекся. Ну и, конечно же, это тоже еще один маркер того, насколько храбрые вот эти люди, в том числе и за партию Шария также голосовали, если я не ошибаюсь, менее 2% украинцев. Но суть не в этом. Суть в российском векторе в Украине. Мертв ли он на сегодняшний день после того, как уже очевидно каждому стало, что Российская Федерация далеко не миролюбными ракетами обстреливает Украину. Напомню, что во вторник вечером Владимир Зеленский сообщил, что служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука, опубликовала фото последнего в военной форме и наручниках. Сейчас это фото вы видите на своих экранах. Также напомню, что это фото облетело практически весь мир. Охранник Виктора Медведчука рассказал службе безопасности Украины, как Медведчук и его жена Акцина Марченко планировали побег. Он слышал их разговор и обсуждение, как им поможет ФСБ. Вот что он рассказал. Давайте услышим. Медведчук общался с женой. При их разговоре я слышал слова, как ФСБ, они все сделают, они помогут. Где слышал, что при их разговоре, что будет готовиться побег с этого адреса, я предположил, что это будет скоро. Ко мне подошел Медведчук Виктор Владимирович и сказал, что в течение 20 минут за мной приедут военные. Через 20-25 минут в калитку позвонили, открыли дверь, я увидел мужчину в черной одежде и в руках был желтый кулек. Через 10 минут они вышли и Медведчук Виктор Владимирович был уже в украинской военной форме, Балаклаве и Кепке. При разговоре со своей женой Марченко Оксаной Михайловной слышал, что побег готовит ФСБ, так как Беларусь и Россия уже закрыты, то, скорее всего, это будет через Приднестровье, по воде, через Зеленку. Готовят это все сотрудники ФСБ под руководством Путина. Они вышли из калитки, их ждало уже две машины. Его посадили во вторую машину, и они покинули адрес Яслинская, 11-Б. Во время того, как он уходил, он сказал, что все, спасибо, ждите дальнейших указаний. Кстати, я напомню, что президент Владимир Зеленский сообщил, что народный депутат Украины и от оппозиционной платформы «За жизнь», и он же по совместительству кум президента России Путина, Виктор Медведчук, был задержан в момент, когда, замаскировавшись под украинского военного, пытался сбежать из Украины. И, кстати, очень интересный момент. Вот вы сейчас видите на своих экранах Виктор Медведчук в попытке сбежать из Украины, избежать правосудия, одел украинскую форму с украинским флагом в тот момент, когда он, будучи народным депутатом Украины, никогда не надевал вышиванок, флага Украины и никакую атрибутику, которая так или иначе связывает его с гражданином Украины. То есть, прикрывавшись флагом Украины, он пытался избежать правосудия. Это еще один мощный маркер того, за кого люди голосовали. Ну и давайте услышим Владимира Зеленского, президента Украины, касательно задержания Виктора Медведчука. Услышим. Очень символично, что именно в день космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней и вот, наконец-то, решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого космонавта, в плохом смысле слова, не сработало знаменитое «поехали». Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин. Вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени, предлагая Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую возможность. Также я напомню, что к пророссийскому крылу в Украине относят и политика Евгения Мураева, он же юридически бывший владелец пророссийского телеканала «Наш». Позже, когда он отдал этот телеканал трудовому коллективу, так сказать, чтобы избежать закрытия этого телеканала. Также он известен как владелец лицов пророссийских не только телеканала, но и медиа, ресурсов и информационных пабликов. В конце января этого года МИД Великобритании обнародовал заявление о разоблачении плана Кремля установить в Украине пророссийское руководство. В качестве потенциального кандидата рассматривался бывший народный депутат Украины и он же владелец пророссийского телеканала Евгений Мураев. Напомню, Совет национальной безопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией. Среди них ОПЗЖ, Наши, Мураева, ОПОБЛОК и партия Шария. Ну и с нами на связи уже Владимир Фисенко. Политолог Владимир, рад вас встречать. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Ну что ж, Владимир, давайте... Вот тут очень важный момент. Я хочу зацитировать, только что сказал, что на период действия военного положения запретили деятельность ряда пророссийских партий. А какое оно будущее пророссийских партий после войны? Дело в том, что сейчас деятельность пророссийских партий приостановлена юридически. Эту возможность дает закон о военном положении. Для того, чтобы полностью прекратить деятельность таких партий, необходимо решение суда. Я не исключаю, думаю, что это было бы логично. Надо внести соответствующие изменения в закон о политических партиях Украины. Нечто подобное тому, что было сделано в рамках законодательства о декоммунизации. Например, было запрещено использование коммунистической символики и название коммунистический. Вот я думаю, что с учетом самого факта войны России против Украины, я думаю, что можно внести соответствующие изменения в законно-политических партиях, которые бы запрещали пропаганду, распространение политических взглядов, связанных так или иначе с интересами России. Как это сформулировать? Это уже задача юристов, но это даст возможность в юридическом порядке судебно путем запретить деятельность пророссийских политических сил и после войны. Ну а политически, я думаю, что ситуация кардинально поменяется. Пока таких исследований, естественно, еще нет. Идет война и ситуация, скажем так, не самая благоприятная для таких исследований. В основном проводятся телефонные опросы и достаточно такие короткие. По данным, поддержка пророссийских сил резко сократилась, в том числе в русскоязычных регионах, традиционной базе электоральной. Я думаю, что после разрушений, которые были в Харькове, Мариуполе, Чернигове и многих других городах Украины, на востоке и юге страны, отношения к пророссийским политикам кардинально изменятся. И будет совсем другой и политический, и социальный, и психологический климат отношения к таким политикам. Я думаю, что многие из них, если большинство, либо вообще уйдут из политики, либо вынуждены будут поменять кардинально свое политическое позиционирование, убрать оттуда все лозунги о примирении с Россией, о дружбе с Россией и тому подобное. Владимир, а в целом, что после войны будет означать слово пророссийский? Как определяется значение пророссийский? Вот мы с коллегами в редакции также говорили, вот Макрон пророссийский, там политики какие-то отдельные пророссийские. Вот как понять, как вы это видите? Да нет, нет, я думаю, что сейчас надо использовать этот термин, особенно когда мы говорим о западных политиках. Когда мы говорим о Макроне или о ряде немецких политиков, которые исходят скорее из иногда эгоистических интересов, экономических интересов своих государств, внутриполитических интересов. Например, почему они выступают против ограничений, связанных, например, с закупками российской нефти и газа. Ну, по газу там есть и технологические проблемы. Потому что это ведет к удорожанию энергоресурсов. Это не очень выгодно, например, сейчас Макрону во время выборов. Его главная соперница, Мари Лепен, которую, кстати, больше оснований считает пророссийской, она в свое время поддерживала аннексию Крыма, России. Но даже она сейчас избегает прямой поддержки Путина. Бывший друг Путина, он так себя называл, Берлускони, он приглашал Путина к себе, у него бывал в гостях. Он осудил Путина за эту войну. Поэтому, ну вот та же Лепен, которую я упомянул, она сейчас в основном делает акцент именно на экономический фактор, на экономические интересы Франции. И поэтому надо аккуратно использовать этот термин, когда мы говорим о западных политиках. Там доминируют несколько иные мотивации, либо наивное стремление, свойственное многим либеральным западным политикам, путем переговоров договариваться с Путиным, либо эгоистические экономические интересы. Три Украины. Пророссийские политики – это те, кто фактически выступал за то, чтобы Украина отказалась от европейского выбора и согласилась на доминирование России не только на постсоветском пространстве, но фактически заняла подчиненную позицию в отношениях с Россией, играла по российским условиям, выполняла российские требования, которые касаются и внешней, и внутренней политики Украины. Естественно, это ограничение света, это не устраивало большинство украинцев. Но вот пророссийскость проявлялась именно в том, что продвигались российские позиции, российские требования. Вот Медведчука упомянули. Медведчук ведь на своих телеканалах и в позиции своей партии продвигал те же лозунги, которые продвигала и Россия. Федерализация Украины, отказ от европейской и евроатлантической интеграции, согласие на экономическую интеграцию с Россией и так далее. Вот пророссийскость. Ну, после 2014 года пророссийскость в деятельности многих украинских политиков означала еще и мир в условиях России. Вот сейчас, например, что это могло бы означать? Согласие на так называемую донатификацию. А что значит донатификация? Так, как это трактуют в России, это отказ от украинской идентичности фактически. Или согласие на демилитализацию, отказ от собственной армии. Я думаю, это просто было бы полной капитуляцией. Вот это и есть пророссийскость в нынешних условиях. И в перспективе, конечно, я думаю, что от таких позиций все легальные политические силы в Украине окажутся. Но я не исключаю, что через какое-то время некоторая часть наших политиков после войны может аккуратно, осторожно зондировать почву относительно того, что надо восстановить добрососедские, дружеские отношения с Россией. Но при этом, вот что надо иметь в виду, если при власти в России останется Путин или политики, которые будут исповедовать путинскую политику по отношению к Украине, ни о каких добрососедских отношениях не может быть и речи. Потому что это политика антиукраинская, и мы с такими государственными деятелями, конечно, не можем устанавливать никакие дружеские отношения. Тем более после вот такой войны. Вот в целом, опять же, основной вопрос после войны. Понятно, что, возможно, российский сектор будет ждать такой ребрендинг, где уже под новые запросы общества будут просто перекрашены логотипные партии, будут переделаны немножко публичные тезисы. Я думаю, Нестор Шуфрич, например, будет избегать очередного биения, там будет носить вышиванки. Также, ну, условно говоря, Виктор Медведчук, если еще хоть когда-то появится вообще в эфирах каких-то каналов в качестве гостя, заговорит на украинском языке. Это, кстати, Юрия Бойко, возможно, не знаю. Ну, это мы гадаем. Но мы же уже видели такое в истории Украины, когда те или иные партии, они по факту просто, ну, условно говоря, обновлялись под новый запрос граждан. Помните, да, после 2014 года, как некоторые пророссийские партии, политики, кричали за евроинтеграцию, говорили, что Украина должна быть там, должна быть не в НАТО, но должно быть какое-то новое там безопасное, гарантия безопасности. Что нам ждать сейчас? Ну, после войны? Ну, ситуация, на самом деле, такая простая. После 2014 года мы увидели ребрендинг. Например, вместо партии региона появился оппозиционный блок. А потом, вот, перед выборами 2019 года была создана ОПЗЖ. Кстати, сам проект создания ОПЗЖ, здесь ведущий роль играл Медведчук, это был российский проект. И не случайно тех, даже пророссийских политиков, которые всегда выступали за дружбу с Россией, за сближение с Россией, но которые не вступили в ОПЗЖ, например, Норинский, тот же Мураев, Допкин, Борис Колесников, их в итоге включили в списки российских санкций. Почему? Потому что Медведчук таким образом принуждал к вступлению в ОПЗЖ. Но вот что показательно? Появились новые политические бренды вместо партии регионов, но суета осталась в позиции прежней. Да, они уже не выступали за вступление в Евразийский союз, за военный политический и экономический союз с Россией, но зато начали выступать за примирение с Россией. Вот немножко поменялась риторика. Вот что-то подобное может быть и дальше. То есть я не думаю, что сразу же на 180 градусов применяется позиция вот тех политиков, которые раньше выступали за примирение с Россией. Скорее, они займут относительно нейтральную позицию, будут такими хозяйственниками, которые будут говорить, нам нужно делать не акцент на идеологию, а нужно заниматься восстановлением страны, нужна суверенная экономическая политика и так далее. То есть вот риторика может поменяться, но на что обращу внимание по поводу того, что некоторые люди изменили свои взгляды. Знаете, я это вижу по некоторым коллегам. Вот тут думаю, что нужна вообще работа, может быть, после войны уже, работа над ошибками и на такой честный, но принципиальный разговор с некоторыми людьми, которые до 24 февраля выступали публично на телеканалах. Часть ваших коллег-журналистов, часть наших коллег-политологов, политических экспертов выступали с антиевропейских позиций, выступали фактически с российскими нарративами, например, продвигали вот те же российские бредовые идеи об американских биолабораториях в Украине. Это то, что сейчас российская пропаганда используют против Украины. Так вот, что получилось? Эти самые люди теперь, опять-таки, остались на украинских телеканалах. Ну, вот про политиков говорим, про ПЗЖ. Целый ряд журналистов, которые работали на ряде ведущих украинских телеканалов, продвигали российские идеологические позиции. Продолжают это делать, но теперь уже с патриотической риторикой. Они забыли про американские лаборатории. Медведчука нет, наверное, нет финансирования. Теперь они выступают в вышиванках и с патриотической риторикой. Но вот насколько это честная позиция? И нужно ли вот таких людей, которые до 24 февраля фактически выступали оружием русской пропаганды, можно ли сейчас допускать к украинским телеэфирам? Это вопрос к продюсерам телеканалов, это вопрос к людям, которые сейчас так или иначе организуют информационное пространство. Я думаю, здесь нужна честная принципиальная позиция. И вот те коллеги, которые перекрасились, и которые раньше практически играли в интересах, а сейчас выступают в роли патриотов. Я думаю, что тут нужна честная принципиальная позиция, насколько эти люди вообще заслуживают того, чтобы сейчас выступать в роли патриотов. Спасибо вам большое, Владимир, за то, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо за разъяснение. Политолог Владимир Фисенко был на прямой связи с нашей студией. Ну и движемся дальше. После ареста лидера запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука ему грозит долгое тюремное заключение. Об этом заявили в службе безопасности Украины. А членов его партии продолжают задерживать за коллаборационизм. Некоторые представители других оппозиционных сил пропали из медийного пространства. И давайте посмотрим следующий материал, где очень четко рассказывается о том, куда вообще все они пропали, так называемые патриоты Украины, после 24 февраля. Давайте всмотреть. Оппозиционная платформа «За жизнь». До недавнего времени пророссийская партия 40 местами в Верховной Раде, более чем 4 тысячами в местных советах. Теперь ее деятельность под запретом в Украине. И как подтвердилось рядом арестов, ОПЗЖ – настоящая кузница коллаборантов. Украина была космической державой. А потом произошла оккупация нашей страны англосаксами. 14 апреля в Одессе задержали главу фракции ОПЗЖ Мариуполя. Его подозревают в сотрудничестве с Россией. Новых мэров временно оккупированных городов Украины россияне выбирают именно из числа ОПЗЖ. Коллаборанты этой полицилы в Мариуполе оказались корректировщиками огня по городу, заявляли в СБУ. Настера Шуфрича задержала тероборона, когда тот фотографировал блокпосты украинских военных. Киеву исключили из партии сами лидеры на второй день войны. Более 20 депутатов пророссийских сил, по информации председателя Верховной Рады Стефанчука, выехали за границу. ФСБ России хотела вывести и Виктора Медведчука. ФСБ пыталась вывести кума Путина за границу. Медведчука под видом военного ВСУ якобы при сопровождении правоохранителей хотели довести до украинской границы, там переправить лодкой до так называемой Приднестровской республики. Кум Путина Медведчук в украинских судах проходит одновременно по двум делам о государственной измене. Первое – госизмена и кража национальных ресурсов. Подозрение касается трех эпизодов – сговор с чиновниками РФ о добыче ископаемых в оккупированной морской экономической зоне Украины, разглашение гостайны и разработка антиукраинского проекта «Луч». Это для того, чтобы закрыть рот мне, как одному из лидеров партии, закрыть рот нашей фракции, партии. Ну, конечно же, это ничего из этого не будет. Второе подозрение – госизмена и содействие терроризму. По этому же делу проходит и пятый президент Украины Петр Порошенко. Следствие считает, что Медведчук брал участие в организации схем, по которым уголь из оккупированных шахт Донбасса через Россию поставляли на украинские государственные предприятия. Будучи под домашним арестом в Киеве, именно по этому делу Медведчук сбежал 27 февраля. Кроме того, «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что он фигурировал в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера про вмешательство России в американские выборы. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые находятся в плену. Суд Львова арестовал 154 объекта имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко. 30 земельных участков, 26 авто, 23 дома, 32 квартиры и многое другое. Также известно о незадекларированном имуществе Медведчука на 73 миллиона гривен. Баканов заявил, кума Путина ждет арест и тюрьма по всем делам. Наши проблемы всегда начинаются, когда нас начинает куда-то кивать. Только мы киваем в сторону России, у нас Майданы, ну революция. Евгений Мураев, еще один влиятельный пророссийский деятель на территории Украины. Следом за каналами Медведчука, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал и мураевские медиа, попросив суд лишить их лицензии на вещание. За пару дней до нападения России на Украину разведка Британии сообщила, что Кремль хотел скинуть президента Зеленского и выбрать пророссийского лидера. Среди кандидатов фигурировал и Евгений Мураев. И хотя высоким политическим рейтингом Мураев похвастаться не может, но до начала войны часто фигурировал в СМИ с явными пророссийскими месседжами. Где он сейчас, чем занимается и пополнил ли лавы изменников, неизвестно. Мы ко всем органам военных областных администраций обратились, ко всем министерствам, ко всем ведомствам с запросом предоставить информацию аппарату СНБО о списке людей, которых они считают коллаборантами. После этого информацию передаем в СБУ. После обработки у нас с вами будет публичный список. Верховная Рада Украины приняла два закона о коллаборационизме. Всем лицам, которых таковыми признают, грозит пожизненное заключение. Спикер Кремля Песков уже открестился от обмена Медведчука, заявив, что тот не является гражданином РФ. Тем временем в СНБО готовят список коллаборантов. Его реестр уже насчитывает несколько сотен человек.